Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Устранил замечание, значит, предупреждал трагедию. Хотелось бы, чтобы персонал именно таким образом относился к выполняемым работам. Подведены итоги Дня охраны труда на предприятии. Здесь мы видим приточные системы, вытяжные системы. Вентиляция первого, второго, третьего. В цехе вентиляции оптимизирован процесс отображения информации о состоянии оборудования. Конечно, такое мероприятие наши педагоги посещают нечасто. 60 врачей и учителей территории расположения Смоленск АЭС приняли участие в обучающих семинарах. Вы считаете ли необходимости перерабатывать уже предприятие на секторе города Десногорска? Экологическая квест-игра объединила школьников Десногорска и Рославского района. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Суммарно на сегодня мощность, вырабатываемая станциями 24 511 мегаватт, с начала года это 100,6%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. Смоленск АЭС в работе 3 энергоблока с суммарной электрической мощностью 3203 мегаватта. Существенных замечаний по работающему основному оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 21 день ноября составила 1,5 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 571 миллион. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 19,3 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Подведены итоги дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Безопасная организация работ в электроустановках». Сегодня подводили итоги дня охраны труда, которые провели в текущем месяце. Были проведены обходы во всех подразделениях, были проведены запланированные обходы комиссиями директора, был проведен обход в управлении информацией, комиссией главного инженера был проведен обход в отделе охраны окружающей среды, и комиссия первого заместителя главного инженера провела обходы с проверкой состояния охраны труда в подразделении отдела по управлению ремонтом. Все комиссии отработали, замечания выявлены, выданы подразделением для устранения. Надо отметить, что к моменту подготовки итогового совещания все замечания, которые были выявлены на этапе проверок, уже были устранены. Как оптимизировать процесс? Как избежать потери времени на поиск информации? Мысль об интерактивном мониторе Дмитрию Якименко пришла с первых дней работы в цехе вентиляции. При эксплуатации оборудования Смоленск АЭС персоналам цеха вентиляции было решено оптимизировать процесс отображения информации. Ввиду того, что в цехе вентиляции большое количество оборудования, более 1300 единиц, раньше для наглядности использовался стенд с маркировкой вент-систем и оператор, идя в обход, смотрел на стенд и переписывал себе информацию в блокнот. Это изобретение отличное, но есть у него некоторые минусы. Оператор, обнаружив несоответствие, сделав переключение, включив или отключив оборудование, докладывает начальнику смены, после чего идет и переставляет гвоздик у себя на мониторе. Начальник смены делает то же самое на своем мониторе. Здесь мы видим возможную потерю информации. Интерактивный монитор разработан на основе бесплатного лицензионного российского программного обеспечения «Симплскада». И он позволяет в режиме реального времени видеть, как работает наше оборудование. В процессе разработки данного проекта у нас появилась мысль о том, что можно разместить дополнительную информацию. Это тип оборудования, это список помещений обслуживаемых системой, у нас в частности это система вентиляции, номера электрических сборок, присоединения и так далее. Что позволяет решить сразу два вопроса. Это оптимизация процесса передачи информации, оптимизация работы с технической документацией. Причем эту информацию могут использовать сразу несколько пользователей одновременно, как оперативный персонал, так и административно-технический персонал, что существенно влияет на обеспечение безопасности. Работая в интерактивном режиме, программа доступна всем пользователям локальной сети «Смоленск АЭС». Теперь в любой момент времени можно получить достоверную информацию о той или иной системе вентиляции. Задача выполнена, процесс оптимизирован. В течение двух дней, 14 и 17 ноября, «Смоленск АЭС» стала образовательной площадкой для учителей и врачей территории расположения атомной станции. С ведущими методиками и новейшими разработками в областях медицины и образования они смогли ознакомиться на обучающих семинарах, которые прошли в режиме телемоста, соединившего концерн «Росэнергоатом» и 9 городов-спутников, действующих российских АЭС. Данный образовательный проект реализуется концерном «Росэнергоатом» и неправительственным экологическим фондом «Вернацкого» уже пятый год. Главная его цель – предоставление общественности достоверной информации о развитии атомной энергетики, обсуждение экологических аспектов деятельности АЭС и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и здоровья населения. В этом году слушателями уникальных лекций, авторитетных экспертов, ученых с мировым именем, докторов медицинских и педагогических наук стали более 60 врачей и учителей Десногорска и Рославля. Существенным дополнением к прозвучавшим выступлениям стала презентация экологического отчета «Смоленск АЭС» за 2015 год и доклад о безопасной эксплуатации атомной станции, которые подтвердили, что состояние окружающей среды на территории ее расположения остается стабильно безопасным. Радиационный фон соответствует естественным природным значениям. Очень ответственно работники атомной станции подходят. У нас сегодня были вопросы, мы им задавали, получили ответы на все интересующие нас вопросы по радиационному фону, который у нас в городе тоже возникает. В принципе, остались довольны. Участники онлайн-конференции выразили общее мнение, что обучающая программа была очень содержательна. Они получили возможность расширить свой кругозор и повысить профессиональные компетенции. Темы затрагивались не только чисто и совмедицинские. Это касалось и экологии, это касалось жизни, в которой мы живем, и жизни в нашем городе. И я считаю, что знания медиков не должны ограничиться только чисто медицинскими проблемами. Мы должны знать и проблемы вокруг. Мы имеем возможность услышать таких умных людей, потому что они часто приходятся встречаться к нам. Иногда приезжают с лекциями, но это совсем не то. И я очень много законспектировала для себя. Я надеюсь, что это приходится в моей практической деятельности. После теоретической части участники вебинаров совершили виртуальную экскурсию на Смоленску АЭС в интерактивном зале информационного центра и посетили полномасштабный тренажер, где узнали подробности работы блочного счета управления станции и подготовки оперативного персонала. По окончании семинаристам были вручены сертификаты неправительственного экологического фонда Вернадского. В Доме детского творчества Десногорска прошла первая межмуниципальная экологическая квест-игра «В поисках энергии будущего» с участием пяти школьных команд из Десногорска и Рослальского района. В игре принимали участие две команды из Десногорской школы номер 4, одна команда из третьей школы, сборная команда Дома творчества и команда гостей из Хорошевской средней школы Рослальского района. В первой половине дня ребята выполняли маршрутные задания, в которые вошли соцопрос жителей города, участие в викторине, ответы на вопросы из истории строительства Смоленской АЭС и Десногорска, разгадывание ребусов и кроссвордов, а также ориентирование. За каждое выполненное задание участники получали баллы. Со всеми заданиями команды справились достойно. На Десногорском квесте мне тоже достаточно понравилось, тут все так интересно, что-то новое для себя узнали. Например, что новое? Ну, мы узнали много фактов о Чернобыльской АЭС, мы узнали много фактов о Десногорской АЭС. У нас хорошая команда, мы всегда все делаем вместе, и поэтому каждый член нашей команды сделал что-то хорошее для игры. Во второй половине дня команды, предварительно подготовившись, защитили презентацию по событиям своего утреннего путешествия и представили эссе об энергии будущего. Работу ребят оценивала жюри. В работах ребят прежде всего отметила творчество, творческий подход, командность и то, что у них горят глаза, то есть энергия в них фактически, это энергия нашего будущего. После подсчетов и подведения итогов первое место в межрегиональной экологической квест-игре заняла команда Дома творчества «Энерджи», второе место – команда третьей школы нашего города. На третьем месте оказалась по баллам команда гостей из Росатского района деревни Хорошова, а четвертое и пятое место у команд четвертой школы. Все команды за участие получили почетные грамоты и призы от госкорпорации «Росатом». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова